Александр, вот Яндекс посчитал количество запросов, чем интересуется страна в последнее время. 45 миллионов за месяц, слово пацана. Вы слышали что-то про этот сериал? Слушай, вот ты меня спрашиваешь сейчас опять третьим. Я слышал уже, мне много кто говорит, что посоветовал посмотреть, но пока, блин, не нашел я время, пока его посмотреть. И мне его комментировать пока тяжело, потому что мои познания об этом сериале основываются только, ну трейлер я посмотрел и отрывки на ютюбе. Знаешь, были такие очень короткие, там поскольку меньше минуты, которые есть вот такие, короткие шорты это называется, да, шортс. Вот, и все. Так вот, честно, не нашел пока времени посмотреть, чтобы дать какую-то оценку. Вот главная дискуссия вокруг этого сериала, пропагандирует ли он какую-то романтизацию уличной преступности, там, среди детей и так далее, стоит ли его запрещать? Стоит ли вообще, в принципе, подрастающему поколению, новому поколению показывать то, что было в 90-х, о чем они, в принципе, особо не знают? Ну, это, подожди, опять же, вот сейчас происходит, если я так понял, этот сериал снимался по мотивам 80-х, а не 90-х. Да, но с другого плавно перетекает, казанской группировке 80-х. Нет, подожди, но там 90-е по сценарию не показано, там показано 80-е. Там конец 80-х. Ну, конец 80-х, правильно, до, это Советский Союз показан, до, там не Россия, не Российская Федерация. Поэтому, видишь, уже в этом есть такой вот момент. Плюс, знаешь, я считаю, что всегда нужно давать альтернативу. То есть, если вы что-то показываете, ну, покажите что-то другое. Если вы каждый день показываете сцены винопития или курения по телевизору, то покажите фильмы, где их вообще нет, а таких фильмов не существует. Поэтому, видишь, тут нужно смотреть, говорю, такая сложная тема. Запрещать, смотри, вот тоже запрещать, цензура нужна. Но, опять же, знаешь, намного лучше, если есть анти какой-то, ну, противоположность. Если ее нету, конечно же, тогда приходится только что-то запрещать. Вот вы часто говорите, что обществу навязывают чурды и вредные ценности, что их пропагандируют. А что лично для вас является пропагандой? Пропаганда – это то, что делает человека слабее во всех аспектах. То, что ведет к его деградации, то, что ведет к его смерти, то, что ведет к его баранизации, то есть превращению его стада баранов просто, которые не способны мыслить, не способны думать, не способны принимать самостоятельно решения. Вот это и есть пропаганда. Пропаганда, она нужна зачем? За тем, чтобы управлять массами. За тем, чтобы управлять людьми, чтобы они даже не задумывались, что ими управлять, чтобы они не знали это. Поэтому всем я советую почитать книгу «Доту». Я всегда его советую. И поизучать просто этот вопрос, начнете понимать, как это хоть чуть-чуть работает. Я к тому, что пропагандой иногда называют просто, вот, допустим, показывают какой-то фильм. Это является пропагандой, потому что об этом, в принципе, говорят. Да любой фильм, по сути, пропаганда. Любой фильм, по сути, пропаганда, настроенный на что? Смотри, чаще всего, особенно любят фразу вставить в фильм, основанный на реальных событиях. Но нужно помнить, что любой фильм – это художественный вымысел. Любой фильм, правильно? Это не документальное кино. Вот документальное кино – это не художественный вымысел. И то-то можно подменить понятие. А вот художественный вымысел, я считаю, вообще очень вреден, потому что он показывает то, чего нету в жизни. Это кто-то выдумал. И было это не так. Это было так, как интересно режиссеру, сценаристу, который это все сочинил. Понимаешь? И то есть этот человек теперь является кукловодом, который потом будет дергать за веревочки. Он научил людей. Возьми нас. Наши все фильмы, на которых выросло все поколение. После первого я не закусываю, правильно? А в каком это фильме у нас было? А это? В «Стех». Это, да, понимаете? Нет, это было в одном из старинных фильмов про войну. Как они там, типа, восхищались немцы, пойманным этим, пойманным там нашим каким-то там солдатом. Потом следующее. Вот эти вот все вот, ну, различные, знаешь, вот эти вот все фразы. Они же все из советских времен. Из фильмов, из кинофильмов. То есть это что-то не пропаганда? Как это все заселили в голову людей? Вот и все. И большинство так же и жило. И так же продолжает жить, не представляя любой праздник без употребления алкоголя. Актер Павел Майков из «Бригады» назвал фильм «Бригада» преступлением перед Россией. Что это очень вредный сериал. Считаете этот сериал вредным? Ну, какие-то элементы вредности в нем, конечно же, есть. Знаешь, смотри, я опять же говорю, пока у нас нет какой-то альтернативы других сериалов, которые покажут другую жизнь. То есть у нас же не только бандиты в стране росли. Вот и все. Что сделала пропаганда после развала Советского Союза? Все мальчишки, более-менее, которые себе что-то представляют, стали бандитами, а девушки проститутками. Вот такое было, это было конкретно, знаешь, наше предназначение от иностранцев для нас. То есть нам предназначили такую жизнь, которая нас ждет. И многие на самом деле, это же талантливые люди, которые, к сожалению, стали теми же бандитами. Талантливые управленцы. А представь, что бы они могли сделать на других этих должностях. То есть во благо. Но у них вот так вот повернулось как-то все не туда. И поэтому сейчас... Но сейчас, знаешь, сейчас меньше вред от этого фильма. Я тебе объясню, почему. Почему? Потому что те, кто выжили в 90-е, те, кто поняли то, что их использовали, те, кто поняли, что ими управляли беструктурно, они сейчас делают все, чтобы это не повторилось. И я в том числе. Я делаю все, чтобы не вернуть 90-е, не вернуть наркоманию, не вернуть ту алкоголизацию, которая у нас была. Ну, тот беспредел, который у нас был. Вот так вот. Я думаю, наш президент занимается тем же самым сейчас. Вы росли в микрорайоне Московка-2 и рассказывали... И живу там даже до сих пор. И рассказывали много про атмосферу 90-х, наркоманы-алкоголики. А были ли в те времена битвы район на район? Были. Двор на двор даже. Не то, что... Я говорил, смотри, были вот такие моменты. То есть, я не знаю, кто это заложил, но, например, я жил в своем дворе. Вот в своем дворе. Мой двор разделен аркой. И уже считался другой другим двором. В другой двор я не заходил, потому что на меня могли налететь и меня побить. То же самое у нас было так же. Если к нам заходит чужак, вот кто это научил, кто этому? Даже уже с самых маленьких моментов я это помнил, когда еще был там вообще сопляком. Но вот такая тема была. Понимаешь? Поэтому я помню, что у нас постоянно были битвы... У нас Гашика, улица Гашика разделяла нашу Московку на две. И с той стороны были там и 108-я школа, и 77-я школа, и 107-я школа. У нас была 99-я школа только на нашей стороне. И вот 99-я школа постоянно... Там старшие, правда, с ними бились все. Я только... Меня никто туда не брал, я был сильно маленький. Но я видел, ходили на эти... на какие-то битвы все. Что с ними стало потом? Многие умерли. Потом стали... Пришли наркотики в 90-е годы. И знаешь, вот эти все моменты стерлись. То есть стерлись какие-то дворы. Все стали вместе ходить, вместе мутиться, вместе колоться. Вместе друг у друга крысить, забирать, воровать. И просто смерти. Каждый день почти смерти. Кто-то кого-то где-то хоронил. И связанные эти смерти были в основном с наркотиками, с алкоголем. Знаешь, сколько я даже не задумывался. Я в детстве помню эти похороны людей, пострадавших в этих... в авариях на машине. Так или иначе. А сейчас я понимаю. И тогда для меня нелепо. Блин, да как так? Вроде авария простая, человек насмерть. А знаешь, почему так происходило? Все они были в состоянии алкогольного пьянения. Все. Представляешь? Все. Вот сейчас я могу это точно заявить. Понимаешь, сейчас смертей меньше. Вот я тебе говорю, как есть. Тогда вот так получалось, что ну вот я вот, блин, очень много видел похороны. Очень много. В 90-е годы. В 90-е годы для меня запомнились похоронами сплошными. Если условно взять 10 человек из вашего окружения, кто дожил до наших времен? Из 10. Да многие дожили. Смотри, я учился в матклассе. Все-таки это была элита моей школы. Из других классов многие не дожили. Из более старших классов многие не дожили. Мне еще повезло, мой возраст, 84-го года. Это такой, знаешь, пограничный момент. То есть ребята постарше, 70-е годы. Вот они с головой, 60-е, они с головой туда, окунулись первыми в наркотики. Для нас-то все равно мы это видели. Мы видели, к чему это приводит. Я, например, видел, что это приводит к смерти. Я никогда бы в жизни этого не стал делать. Я не хотел умереть. Зачем мне, тем более так бесславно в этой жизни, не оставив от себя ничего. Вот один из аргументов, когда критикуют Советский Союз и пропаганду. Говорят, а как же так получилось, что пропаганда в Советском Союзе, которая вроде Сеева разумная, добрая и вечная, сделала таких людей, которые в 90-х заряжали банки от телевизора и начали употреблять, начали сбиваться в банды и так далее. Что это была за пропаганда тогда? Какое у вас мнение? У меня мнение очень простое. Люди, которые управляют массами, эти секреты не раскрывают. И во все времена массами как управляли, так и управляли. Так же и Советский Союз не стал исключением. Очень важно, кто стоит у руля, кто является главным, кто является управленцем. С таким ты вспомни, кто у нас был, когда у нас началось все это, когда развалили Советский Союз. Горбачев. Пожалуйста, просто вспомни или нарисуй портрет этого человека, психологический портрет. Это слабый человек, ведомый абсолютно человек, ведомый своей женой человек. Понимаешь, что мы видим в конце концов? Это все было планомерно подготовлено. Были люди, которые знают в этом толк, которые разбираются и которые умеют управлять массами. А наши люди были добрые. Ты посмотри наши мультфильмы советские, на которых мы выросли. Но из этих совершенно с открытой душой все. Понимаешь? Но я хочу сказать нашим врагам, пусть не расслабляются. Знаешь почему? Потому что то, что они сделали, это не их такие грамотные умения. Это им просто очень хорошо доверяли. Сейчас им не доверяют. И сейчас они закалили как сталь тех людей, которые выжили в 90-е. И поверь мне, мы еще свое возьмем. Все в наших руках. Вот Дмитрий Пучков-Гоблин, когда он как раз упоминал сериал «Слово пацана», он говорит, что сейчас появление каких-то подростковых уличных банд, оно в принципе невозможно. Они даже без этих появляются кругом. Но они, как правило, в большей степени этнические банды. Вот молодые, которые ходят там и кого-то избивают. Ну, как я видел по телеграм-каналам, какие-нибудь азербайджанцы или таджики маленькие, или узбеки там объединяются какие-то банды и бьют русских пацанов. Такое я вижу. А русских банд я не вижу. Потому что русские, ну, более как-то так, знаешь. Ну, во-первых, русские у себя дома, в первую очередь. Их еще много. И как бы, знаешь, поэтому зачем, может быть, в банды сбиваться. Не знаю, мне сложно говорить. Так о чем он сказал? Ну, что невозможно на их появление. По типу какого-нибудь Хадид Акташа или Казанского феномена, что сейчас время другое, такого просто не будет. Нет предпоследования. Ну, я бы по-другому сказал. Сейчас есть люди, которые не дадут это сделать. Которые жили в те времена, которые видели это. Которые поняли, к чему это все приводит. Которые обожглись и сделают все, чтобы это не повторилось. Вот это есть. То есть, те старшие, которые были старшими в то время, они, скорее всего, в могиле, либо на пожизненном уже. Правильно? А новые старшие, которые после них остались, они более здравые, более грамотно рассуждают. И думают об общем, в большей степени, а не в своем личном. Вот и все. У вас пятеро детей. Все после 2010 года родились. Это, по сути, самое... Даже после 2013 года. Самое новое поколение. А вы видите, что они отличаются по каким... Ну, понятно, они маленькие, но все равно какие-то жизненные установки, взгляды, интересы. Я вижу, что они очень сильно отличаются от других детей. Потому что многие те традиции, которые у меня были, когда я рос. Я это передаю своим детям, объясняю. Объясняю своему сыну. Объясняю. Ну, смотри, к примеру. Мой сын на день рождения. Там пьют детское шампанское. Он и его брат на том же день рождения. Отказываются его пить. Понимаешь? А почему он отказывается? Потому что папа с ним поговорил. Тебе просто нужно взять и поговорить с моим сыном Святославом. Тебе станет очень понятно, если он тебе даст интервью за вот такие темы какие-нибудь. Ты удивишься, насколько... Я стараюсь его воспитать так, как рос я. То есть в каких... Понятно, что сейчас мне скажут. Да так невозможно. Естественно. Я понимаю это прекрасно. Знаешь, как называется? Современная классика. Вот в современной классике. Опираясь на новые современные какие-то реалии. Когда вы в последний раз что-то запрещали своим детям? Именно не объясняя, что делать нельзя. Вот они что-то делали, посмотрели. Нет, так нельзя. У меня такого нету, прям конкретно запрет. У меня я объясняю, что это им не нужно. И они сами это выбирают. Я же тебе еще раз говорю про шампанское. Меня там не было. Он не видел, он мне сам рассказал, что папа там было, и я отказался его пить. Я говорю, ты красавец. То есть это не запрет. То есть ты что думаешь? Я говорю, нет, ни в коем случае. Я просто ему объясняю. И я ему предоставляю выбор. Понимаешь? Просто нужно давать альтернативу, а не тупо запретив. У нас как это происходит? Родители многие запрещают бухать, а сами на каждом этом нажрутся и орут потом песни. И как ты можешь запретить ребенку? Первое, что он сделает, когда чуть-чуть подрастет, столько так же нажрется. Мой сын этого не видит. То, что я говорю плохо для своего сына, я сам никогда не делаю. Понимаешь? Поэтому это и работает. А многие то, что говорят плохо, сами делают. И это не работает. Смотрят ли ваши дети телевизор? Да. Что именно? Советские мультфильмы стараюсь показывать. Ну, пока только мультфильмы в основном смотрят. Передачи разные. Мои бои смотрят. Мои интервью слушают. Кстати, честно, не я, я не заставляю. Ну, буквально так. Хоп, Светослав у меня слушает. Иногда ему интересно. И наши блоги смотрят, потому что он тоже там в них участвует. Я и про него снимаю часто, как он на велосипеде катается. Ну, в основном они смотрят интернет, YouTube в основном. Это, ну, вот Светослав смотрит. Я говорю, вот то, что он тут смотрит. Например, какие-нибудь познавательные моменты по стройке тоже связаны. Знаешь, там что-нибудь есть люди, вот с нуля там строят. Это, как правило, азиаты. Какие-нибудь дом для животных. Из ничего, понял? С водопадами совсем. Вот такие темы. Какие-нибудь развивающие моменты он тоже смотрит. Смотрит, как строить какие-нибудь там те же жилища элементарные. Ну, такие, знаешь, я стараюсь ему подкидывать такие вещи, которые ему в жизни пригодятся. Вот так. А я вот когда в редкий момент, когда включаю телевизор, я удивляюсь, что насколько там все пусто. То есть это каналы листа, листа. А каналы мы вообще не смотрим. Знаешь, мои дети смотрят каналы, когда нет интернета, это получается карусель в основном, это канал с мультфильмами. Ну и все, наверное, еще какие-то там мульт еще есть, по-моему, канал с мультфильмами. Но я не люблю эти мультфильмы, потому что они современные. Там еще есть там такие, ну там какие-нибудь, знаешь, смешарики, в принципе, более безобидные. И еще там есть, как же он называется, ну еще есть какие-то там поезда, что-то там, роботы-поезда. Фиксики, может, какие-нибудь? Фиксики тоже, в принципе, довольно безобидный мультфильм. В принципе, вы довольны вообще репертуаром того, что показывают по телевизору? Нет, конечно. Я считаю, что, знаешь, вот сегодня мне пришла такая идея. Мои интервью часто бывают очень глубокими, затрагивают такие серьезные моменты. И они, как правило, мало подходят для аудитории, связанной со спортом, ММА. Их бы не мешало бы показывать, например, по первому каналу, затрагивать такие темы. Я бы с удовольствием. Знаешь, такие серьезные, глубокие. И там больше у меня, мне кажется, была аудитория, понимающая то, что я говорю. Как вы думаете, почему, в принципе, нет на каких-то популярных телеканалах программ типа Галилео, что-нибудь научно-познавательное? А зачем нам думающие люди? Зачем развивать в людях думающих людей? Если они развиваются в человеке умение думать и самостоятельно анализировать, и принимать решения, как им можно будет управлять? Вспомним. Многие же, не буду сейчас называть, из так называемых политиков и так далее, иногда откровенничают и говорят прямым текстом про это. Что, как будешь управлять? Ну, а разве стратегически это не лучше развитая полноценная нация? Ну, это же не понять. Знаешь, ты либо враг, либо дурак. Больше вариантов нет. И тут непонятно, что еще страшнее в этой жизни. Конечно же, лучше. Для меня, конечно, лучше. Если бы я имел возможность управленческую, надеюсь, в будущем я ее получу, то есть имел какую-нибудь государственную должность на государственной службе, на которой я учился, вернее, второе образование у меня, как раз по госслужбе, конечно же, я буду делать все. И сейчас, делая, будучи не на службе, то есть, да, через свои 13 филиалов школы «Шторм», мы постараемся нести вот эти мысли через интервью, через еще, через какую-то минимальную мою медийность, пытаешься людям объяснять, говорить и пытаешься их настроить на правильный лад, а не наоборот, на деградацию. Вернемся к детям. Дети обычно начинают творить всякую дичу переходного возраста. 13-14 лет. У меня еще таких нет. Вот вопрос, да, на будущее, вы не описаетесь, что в какой-то момент просто для ребенка вы станете неинтересным, старым. Кто? Ну, вы. Ну, для детей же бывает, что вот родитель такой уже несовременный или такой какой-то. Знаешь, я считаю, что это в большей степени отмазки. Отмазки самих родителей. То есть, ну да, у них, может быть, у самих уже не могут они чем-то занять, чем-то заинтересовать, и это происходит. Находятся те, кто заинтересует. Это сложная работа, воспитать ребенка. Это сложно. Педагогика вообще, это очень сложно. Это даже не работа, это творчество. Понимаешь? И нужно отдавать себе отчет. Готов ты к этому творчеству? Готов ты сам творить? Или ты готов только вот так сутками сидеть в свободное время и все, ничего не делать? Тогда, конечно же, ты станешь для детей неинтересен. Ну, а если ты будешь постоянно, понимаешь, то есть, есть люди и в 80 лет дадут любому молодому фору по интересам, если им интересно общаться. Вот и все. То, что ты заложишь в голову своих детей, такими они и вырастут. Я уже это говорил, еще раз говорю. Вспоминаем детей Маугли. Это дети, которые не получили до 5 лет социализацию. Такие были, которые попадали в стаи животных. Кем они вырастали? Павадки те же. Животними, правильно? Вот и все. Так же и здесь. Но если вы не будете заниматься, то как раз в переходный возраст, тогда да, вы станете неактуальными. Если вы не участвуете в воспитании своих детей, а участвуете только в том, чтобы заработать на них денег, и купить им поесть, попить, одеть их и что-то еще другое сделать, то вы рано или поздно станете им неинтересны. И будут вас воспринимать только для того, чтобы получать с вас. Но я это знаю прекрасно. Я к этому готов. Вот вам в комментариях могут написать, а как нам вообще заниматься детьми, если как тогда их прокормить, мы должны работать и времени у нас особо нет. Что делать? Бросить пить. Абсолютно. Полностью. Потому что, знаешь, я уже сопоставлял, я разговаривал с людьми, большинство, они скажут, я не пью. Вообще не пьют? Не, ну на праздники. Вот и все, этим все сказано. То есть, ну находи время. Это твое чадо, оно самое важное для тебя. Расставь приоритеты. Если для тебя важнее что-то другое в жизни, ну извини меня, тогда у тебя получается вот так, как получается. Если для тебя важны дети в жизни, тогда и ставь приоритеты детей в своей жизни. Вот и все. Что-то тебя не устраивает, переедь, уйди. Сделай что-то другое. Все, ну что-то меняй, к чему-то стремись, развивайся, изучай что-то новое. Это же твоя жизнь. Вот так.